Добрый день, дорогие друзья! Испытание дружбы – тема этого небольшого видеорассуждения. И дружба – это особые взаимоотношения. Это может быть дружба между двумя людьми, между двумя семьями, между двумя народами и даже между двумя странами. И дружба проходит испытания. И эти испытания посылаются не только Богом, который допускает испытания дружбы для более тесных взаимоотношений, преданных, чистых. Но также и враг вторгается во взаимоотношения и испытывает дружбу. И хотел бы привести несколько примеров для нашего рассуждения. Первое – это подруга увела у своей другой подруги жениха. Бывает такое? Конечно, бывает. И дружба испытывается на взаимоотношениях. И это происходит. Дружба испытывается на деньгах, во власти. Дружба испытывается в материальном мире, но она также испытывается и в духовном мире в том числе. Хотел бы сказать о том, что в Германии были две еврейские семьи из Москвы, которые дружили много лет. А затем, поссорившись, одна из семей рассказала немецким властям о том, что у другой этой семьи есть квартира в Москве, которую они продолжительное время сдают и получают доход от нее. И, естественно, об этом узнали власти Германии, поставили вопрос ребром выплатить те деньги, которые эта семья получала за много лет или покинуть страну. И дружба, она проходит, конечно же, испытания. И, как я уже сказал, что дружба это особые, не родственные отношения, нет, но особо тесные взаимоотношения, при которых люди нравятся друг другу, семьи нравятся друг другу. Они испытывают радость от встреч, от взаимоотношений, от времяпровождения, а также они помогают друг другу, как физически, так и духовно. И это происходит. Но, как я уже сказал, дружат даже страны. Так, например, Россия дружит с Сербией, Украина с Грузией, по крайней мере сегодня. Соединенные Штаты Америки дружат с Великобританией, Федеративная Республика Германия дружит с Францией, а Турция дружит, условно, с Азербайджаном, Норвегия дружит с Швецией и так далее. И дружба, как особые взаимоотношения, проходит испытания. И сегодня мы видим эти испытания во взаимоотношениях между двумя странами, такими как Беларусь и Россия. Испытания проходят и между президентами. И когда эта дружба основана на подарках, на материальном только уровне, не затрагивающем духовный уровень, то дружба, проходя эти испытания, она разрушается, она ломается. Дружба становится хрупкой, потому что материальный мир, он вообще хрупок, очень хрупок. И поэтому без духовного дружба не может продолжаться. Не может она продолжаться. И поэтому испытания бывают чрезмерными, а иногда испытания бывают недостаточными. И это происходит. Я вспоминаю примеры дружбы во время Советского Союза. Когда одна семья более богатая, где были и папа, и мама, а другая семья была без отца, и дружили два мальчика, они учились в одном классе, в одной и той же школы, ходили в одну и ту же спортивную секцию. И что происходило? Мальчик, который был из более богатой, обеспеченной семьи, он материально поддерживал своего друга. И эта дружба продолжалась не только в школе, но и в вузе, а также впоследствии. И все поменялось. Потом в нужде оказался мальчик из обеспеченной семьи. И вот второй помогал ему, потому что после развода этот парень, этот мужчина оставил свое жилье своим детям, своей жене и оказался без жилья. И дружба, проходя испытания, она может крепнуть, она может углубляться, усиливаться. И это происходит так же. Рассуждая на тему дружбы, хотел бы сказать несколько поговорок на эту тему. Первая поговорка – это «добрый друг лучше ста родственников». «С добрым дружить, а лукавых беречься» – вторая поговорка. И хотел бы сказать о том, что приятелей много, да друзей нет. И такое тоже бывает. Ведь дело в том, что друг – это клад. А клад на дороге не валяется. И не может валяться. Поэтому испытания дружбы происходят, и мы это видим. И не всегда дружба остается прежней или сохраняется. А иногда дружба просто-напросто завершается. Поразмышляйте вы об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok